Да, добрый день. Мама вчера мне, она следит там за новостями, сказала, что избрали нового президента, я даже не знал. То есть Порошинку сдуло, пришел новый. И неужели новый виток? И мама такие слова сказала, что он хочет Тамбас вернуть, Крым вернуть и все остальное прочее. Неужели опять начнется вот эта вакханалия военная там и так далее? Как вы? Что вы скажете по этому поводу? Ну, я вчера смотрел инаугурацию его. Притом она еще не выставлена была, а прямо онлайн шла. Я до конца, вот как с первой минуты, вот взял щетки и молился, стоял. Уж как Бог примет молитвы, чтобы Господь открыл все. И вот такое редкое у меня было состояние, что на протяжении всего, что там было, мне хотелось плакать. Я просто стоял, молился и сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. А что такое? Не знаю. Я ничего не знаю, совершенно не знаю. Ну, я могу сказать о внутреннем состоянии, я знаю, что от чего не знаю. Но мысли у меня в это время были такие, и человек-то может он хороший, и красочно все устроили. Я глазами все это вижу, перевод идет, худой перевод такой, лучше как будто не могли избрать там. А на душе тоска смертная, пешки сидят, отовсюду приехали, перечисляют, кто приехал. У русских этого не было. Я смотрел, как имагурация в Америке у меня спокойная, я смотрел, думал, только бы никак это, не покушение-то не было на Трампа. Про себя это все. И у меня одно такое, я молиться начинаю. Я попутно как бы отклоняюсь, вот когда это было в 86-м году, какая-то особая такая речь о перестройке должна была быть у Горбачева Михаила Сергеевича. И в это время такая суета началась в коридоре около нашей камеры. Я не пойму, что такое. А тогда охранник сказал, говорит, во всех камерах немедленно сделать громко, чтобы все слышали. Вон в чем дело-то. Я скорее, я в день пять раз молился примерно, четыре-пять раз, по полтора часа каждая молитва у меня была. Псалтырь я за два дня прочитывал, а Новый Завет через неделю. И своими словами, и тысячу поклонов. Я перед Богом, тут тайны-то никакой нет, так говорю. Я встал на молитву, взял псалтырь и стал считать. И думаю, как он только начнет говорить, я на этом сразу, вот первые слова он только скажет, здравствуйте, дорогие. Я на этом сразу остановлюсь и посмотрю, какой стих бьет. Я как бы загадал, это так не советуется, но я так вот подумал. И что интересно, я считаю, и вдруг он, первые слова, Москва говорит, секрет, генеральный секретарь коммунистической партии, он еще не говорит. Я продолжаю дальше читать, читаю про себя. В камере у нас еще двое были. Нашу камеру прозвали камера академиков. Один из них, где главный директор, за паровоз зашел, главный рыбак Алтая. У него все секретари, космонавты, все тут были. Вот такой, Север Владимир Митропанович. А второй, это преподаватель второй группы космонавтов, звездного городка Москвы. Это вообще. Лозин Анатолий Максимович. И вот, как только он первые слова сказал, я сразу остановился. Дальше нет, зачем. Теперь я буду речь слушать. А сам смотрю, и написано, делайте замыслы, но они все рушатся. Совет нечестивых не будет. То есть, где-то там, 32-й псалом, я считаю, такие вот слова. Я понял, ничего у него не будет из этой перестройки, как он говорит. Что-то тут другое скрыто. Понимаешь, это Господь, видя мою немощь, Он мне вот так открыл. И вчера, я смотрю на них, вот перечисляют там секретарь из Литвы. Женщина раскланивается, другая еще руку поднимет, раскланивается, руку на сердце кладут. Такой-то, такой-то, там откуда, с Венгрии, с Румынии. Это одним махом так они все за Гитлера. А как войска советские начали, они сразу все арестовали своих царей, а мы за Советский Союз. Ну, они такие были и есть. Ну, полтора миллиона населения в стране. Это, ну, меньше, чем Новосибирск. Город. Какое-то население. Это два с половиной миллиона. Литва, там, Латвия. И вот они сидят там все, и все это присутствие. Какое место для них. И как выносят эти знаки его власти, булава он поднимает и кладет руку, правая рука у него кладется на две рядом книги. Старая, видно, Евангелие, 16 века, толстая. Я как переплесчик увидел ее, там, думаю, надо подправить. Специально они выправляют. А тут у него подальше, то рука Евангелия касается, а поближе Конституция Украины. Я клянусь, клянется на Евангелие, в котором говорится, не клянись вовсе. Ни небом, ни землей. Ну, ежели непонятно, что-то не то делается. Но другое дело, когда на Конституции, да, а на Евангелие, значит, ты по Евангелию должен хотя бы что-то. А тут сразу против Евангелия идет. Но он говорит, как, я все гляжу на его мимику, а сам продолжаю молиться. А на душе такая скорбь, вот как будто сейчас там что-то у них взорвалось, и никого нету, и мысли только, и как мошкара все разлетятся. То есть, все это комедия, масоны сделали, и, наконец, ему знак власти дают, вешают. А это чисто масонский знак должен быть, не знаю, так, посвящение. Может быть, раньше был, а перед народом всем. А если он в Бога не верит, ему какая разница? И Порошенко сзади там сидит, тоже какая-то должность уже дана ему. Сидит, так свое дело выполнилось. То есть, этот на пять лет, опять, это же они по наследству, как сказать, в Азербайджане, там, или в Северной Корее, или как в любой монархии. И вот они, он первые какие-то, он должен что-то такое сделать, чтобы запомнили его. Он сразу первое, что Думу распустить. Но у них в законе написано, что Дума после избрания нового президента, чуть ли не через полгода только. То есть, они могут тут все что угодно делать против его, он сразу распустить. Видимо, что-то в законе есть где-то лазейка, через которую он может их выгнать. А я в Киеве был, когда, вот у меня там в разных городах, в моей книге полный комплект находится. И люди говорили, вот они, они такие все важные, пузанщики ходят, говорят, а это, говорят, у них совещание. Сейчас только совещание пройдет, они на самолет и опять улетают. Кто на Багамские острова, кто в Таиланд, кто куда-то. Совсем, говорит, не бывают здесь. Да и у русских, посмотри, пустой зал-то, а которые сидят, спят. А получают-то сколько? Он в тысячу раз больше меня получает. В тысячу раз. Чего спрашивать-то? Ну и вот здесь я гляжу на них и думаю, ни один не встанет и не скажет Владимир Александрович. У нас Устинов Володя в Потеряевке, Владимир Александрович тоже. Владимир Александрович, давайте помолимся, чтобы вы увидели, нужны вы тут или нет. И когда он все эти присяги сделал, и кто-то один там, это впервые такое, что во время, когда иннаугурационная речь, его прервал один там и, по-моему, несколько слов сказал по-русски, относительно войны и там и прочее, а тот прервал его, то есть такие, бедать, русофобы, ненавистники. Это тоже, говорит, случай такой. Второе. Портреты мои, чтобы нигде не вешать, ни по кабинетам нигде, я не бог, чтобы на меня молиться. Тоже понравилось мне. И сам он выглядит молодой, бодрый, как он идет, и там где-то далеко приветствовал. Так он подскочил, чтобы поцеловать. Ему это в упрек сайт, а мне наоборот. Живой человек, ничто человеческое такое не чуждо. Ну, а внутри мысль одна. Ударю, Господь говорит, и только пыль до неба. Пыль и дым. Украина. Никогда у Украины не было никакой власти над кем-то. Они всегда были рабыщие-то. Это очень хорошо Владимир Вольфович рассказывает, Жириновский. Их язык-то. Я их язык не считаю за язык какой-то особый. Это язык плененного человека. Он где что слышал, и вот там все время они с поляками не ладят там в области завоевывать. Рядом там другие. И от них эти все слова в них оседали. Они их в оборот брали, как вот человек рядом с ним будет преступник, он сразу ништяк начинает говорить. Ну, такие слова набираются. И это тоже. На окраине, на самом этом. Никогда православия настоящего там и не было, не считая Киевской Руси. С католиками. И там эти вот, между собой-то они теперь все перепутались. Ну, даже, ну не скажешь. Вся зараза оттуда полет. Все ереси оттуда. Это перевалочная база всех злых духов оттуда идет. А там и спрашивать не надо. Вот сюда присылают, когда от них священник. Как правило, толстомордые какие-то все. Редко такое нормальное лицо. Видно, адутловатые, глаза спущенные. И вот бритые, бритые. Ну, тут-то видят, что все с бородами и ненависть какая-то. Вот прислали какого-то там был, у нас на наш район попадает. Он с первого дня объявил нам войну. Не знает, не беседует. А на нас сразу миссионерские там отделы, там дулевища разные. То есть железными такими ржавыми сердцами люди. Совершенно не духовные. Вот мы не выходим с ними на дипломатические отношения. А батюшка всегда посылает. Посылает пригласительно. То есть ложь, непрерывная ложь. И эта ложь, мне кажется, она пришла оттуда. И заразила все здесь православие. И я смотрю на них, там патриарх этот сидит. Изверженно теперь рукоположенный. Видно, что сколько ему лет там Денисенко, Филарет. Другие там откуда-то прибыли. Всех перечисляют, перечисляют. Кто-то встанет, кого-то нету, кого-то... Что их перечислять? Они никакой роли не играют, ничего. Ну, показать значимость, продолжительность. Ну, я прекрасно понимаю. Дальше обед будет, покормят всех. А потом он пошел к войскам. И каждый... Паня, Зелинский, пани, все пани. Слово-то пани-то откуда у русских-то? Слово пан с Польшей связано-то. А у них пани. И все. Министр, там, маршал, министр. Адмирал главный, все говорят, одинаково пани. Пани Зелинский. Пани-президент. Вот как, пани-президент. Вот. Насчитал он где-то 65 миллионов. Откуда 65 миллионов у них никогда не было? А он посчитал всех, которые плененые, которые уехали, он всех зовет домой. Тоже хорошо, мне понравилось. Вы лишние не будете. И даже русскоговорящие, которые, вы тоже были здесь, украинцы. То есть нации не разберут. Мне тоже понравилось. То есть вот мне многое понравилось из его этой речи. Ну, остальное там, какая, атрибутика была там, на подушечках приносили, как шагали. Ну, все красиво, все хорошо. Но о Боге ни слова. Относительно того, что он сказал, я буду стремиться, чтобы был мир. Я, конечно, чтобы Крым... Он не говорил, войной пойдет. Нет. На Крым. Крым никогда их не было. Это Хрущев, Самодур. Бесноватый. Ну, вернуть он хочет, не хочет? Вернуть-то он хочет или не хочет? Я просто... Почему бы не хотеть-то, когда территория какое-то время была их? Но он озвучивал это, да? Озвучивал. Он прямо думал Донбасс и Крым. Ну, это не значит, что на войну пойдет. Он о мире сказал. А как он его вернет-то по-другому? Ну, подожди. Страны другие соединялись с Гитлером для чего? Чтобы уничтожить коммунизм. Он у них уже появлялся. Оказывается, ничего не надо было. Достаточно было дождаться Горбачева. Он пришел без единого выстрела. Немцы-то тоже потеряли там где-то 7-5 миллионов. Для них тоже это ущерб был. А сколько потеряли? Разрушенное. Все отняли. Рабская страна. Я там был не один раз в Германии. Так и здесь. Разговорами. На политическом уровне. Смотри, вот. Путин. Он полковник КГБ. Поехал. За рубеж. Склонились там на это, на лавры. Это тем, где ваться некуда было. Люди уходят. И он хоть что-то. И чтобы признали друг друга. Об объединении речи никогда не было там даже. И он сразу. Путин. 362 точки в мире. В разных странах. Свои агентуры имеют. Такой победы ни один. Сцарушник никто не имел, как Путин. Я с первого дня говорю, у него очень хорошие советники. И здесь вот он дал указание. Нажал кнопку-то. И все. И все размонтирует. Все сейчас вывозит, вывозит, вывозит. Теперь садит деревья, будет замажет. Ничего нету. И вот относительно его я говорю только собственно. Ничего я не могу против сказать. Ни за. Да это и не надо. Я никто для них. Но внутреннее мое чувство на молитве. Я делаю его открытым. Все время инаугурации. У меня, я только стоял, не просто думал, а хотел, сдерживал слезы, чтобы не встать на колени и не плакать. Что-то такое тревожное, тревожное. То есть что-то такое неугодное Богу. Я так уже знаю, когда раньше у меня такое состоялось. Какое-то отступничество. Вот мы Европа. Где Европа? Он показывает, здесь Европа. Не сказал, мы христиане, здесь Христа надо искать. Нету вообще. То есть похоже совершенно неверующий человек. Ну, он каким-то комиком там или кем на сценах вроде работал-то. Он знает, как вот к нам приезжал, который тут журналист. Он знает, когда глаза прижмурить, когда зубы протезные показать. У него все высчитанное. Когда лысину погладить, где еще перед... Это точно так же. Уже жену его показали. Хорошая, красивая. Ну, она очень, видно, хорошая. Мне она понравилась. Спокойная такая. И даже когда его стали сильно хвалить, она глаза опустила. Ну, не хвалить, а вот достоинство. Что она первая леди. Он мне понравился по виду своему. Вот такой должен быть царь. Молодой, красивый он. Просто, как говорят, на мужчин не говорят красивый, а симпатичный там. Он понравился мне, как он идет. И все. Но вперед он ни грамма не видит. Да тем более пять лет, успевай нахапать. Это интересно, как это видео уже такого рассказа. Видите, сейчас вот Сталин жив. Вот раньше писали, Цой жив. А сейчас Сталин жив. И Сталин, главная страсть Сталина была какая. Не та, что уничтожить противников. Нет. Главное, что сделать счастливыми советских людей. Так и не добавляет где, в ГУЛАГе. Отправлял на небо миллионами. И здесь будто бы Сталин является в Думу в России. И поздоровался. Здравствуйте, товарищи. Ой, Иосиф Пистерионович, еще другое. Проходите, садитесь. Вот. У меня два вопроса к Думе. Первое. Всю Думу раскрылять. И второе. Покрасить ее в зеленый свет. А можно вопрос, Иосиф Пистерионович? Можно. А почему в зеленый? Благодарю. По первому вопросу вопросов нет. Что, почему расстрелять? Никто и не спросил, почему. То есть, все знают, достойно этого. А вот зеленый свет или какой? Да ты будешь ходить, как младенец, желтым. Какая у тебя разница? Какое? Так и здесь. Представители там говорят, а о Боге ни слова. И Евангелие все тут же было забыто. В 16 веке Евангелие. Ну, видно, переплет, я как переплетчик оценил, не подделка настоящая. И хотя бы он призвал молиться или как. Я его сразу взял, как говорят, на абордаж. Это корабль, когда другой везет за собой рядом. Вот, молиться. И Петра я заменил на Владимира. И молюсь теперь каждый день. И вслух, вот когда мы утром молимся. У меня почему? А повеление дано от Бога. Молиться не за царя, а за царей и начальствующих. Он в этой стране царь. Украина. Думаю, да, не хватает Богдана Хмельницкого. Он бы вам подсказал. То турки ими командуют. Вот Жириновский там по годам раскладывают. Они никогда свободными не были. То Мазепа там предатель. Там медаль особые предательства Петр Первый сделал. У нее ничего никогда не было. А у меня свое мнение. Я знаю тут много у нас, у многих, жены с Украины. Ну, их никто не назовет украинки, а хохлушки. Хохлушки, понятно, что они хохол оставляли на голове. Вредные все. Непослушные. Хорошие, красивые, вредные. Почему они такие все вредные, я не знаю. Ну, просто вредные, слово вредные. И все, что-то они недовольны мужьями. Я как-то рассказывал тут, повторять, как одна из них вышла за Узбека. И тот пришел, сторжище-то отняла. Да ты, Оксана, на меня смотри. Если прихожу, если на левую сторону, на правую, значит, все нормально у меня. А если на левую тюбетейка надета, то у меня непорядок, значит, я это учитываю. Она говорит, хорошо. Но если ты придешь у меня вот так вот назад сдвинутый платок-то где-то, плевать мне твоей стороны на левую и на правую. А то даже сохранилось. У них там есть, конечно, очень хорошие люди. Я говорю о Григории Сковороде, конечно, в первую очередь. Когда выпустили при советской власти, мы загребали в магазинах все данные книги. Раздавали, дарили. Как вот Грузия выпустила Балавариане. А в Орламе и Асапе. И Жития святых. Очень хорошее. И третья книга была избранная Яна Амаса Каменского. Кто их издал? В Чехии или, видимо, в Москве. Мы вот где находили эти книги, с прилавка все до одной забирали. Всегда. Так что, в моем мнении, Украина и Россия никогда они не были, вот я имею в виду то, что известно, какие-то чуждые или враждебные. Это один народ. И мы никогда не считали, что украинец это не русский или как. А украинский язык я всегда считал просто нарочно, так люди язык коверкают русский. Ну там слова-то такие, трошки, то есть немножко трошки. Ребенок трошки подрос. Вот такие слова. И Никита у меня был, а тут один зашел и говорил по скайпу-то. Я потом на нее перевел. А тут говорил там, а потом раз и начал по-русски говорить. Так ты зачем? Ну, русский язык. А русском языке он еще не сказал. Он ни слова, нигде не пойдет против, что ему там закажут. Вот по-другому он не может. Он при всем желании. Вот вчера я думал, вот сейчас, когда он понял, и в раз бы, а я молюсь за него. И Господь бы сердце его открыл, он увидал бы развалины. Людей мертвых. Никого нету. И Бог положил немедленно кайсть, и тебя ждет то же самое. И он только шагнул уже, как президент, уже расписался там, федерацию, все как надо. И в это время повернулся к народу и снимает с себя эту цепь масонскую, булаву, и все так. Прошу простить меня, граждане, сограждане. Мне было откровение от Бога, я должен оставить этот пост. Я президентом себя не считаю и обязанности свои слагаю. Простите. И пошел бы, его бы никто не задержал, только провожали бы глазами. А там еще остановился и сказал бы там, Оксана, пошли домой. На жену. Под руку взял, она бы его под руку с левой стороны, платочек бы одела, он из кармана вытащил, сказал бы, оденься по-христиански. И все. Так сейчас придем домой, сказал бы, уничтожь бритву. Зачем я буду бриться? Ну, что-то такое вот, сказал. Конечно, он вошел бы в историю. А так он уйдет, как его никогда не было. Вроде уже шестой президент. С того времени, как с 91-го года у них там Янукович, там Кущима и кого только не было. Вот я вчера смотрел на них и свое мнение хотел вынести. А для чего, чтобы молились? Что-то там такое печальное-печальное. И печальное, нераскаянное, вот такое. О ком хочется ходатайствовать перед Богом. Я не могу выделить ему особое место в перечислении президентов, царей на молитве. А это чувство, после как он закончил Иллугарация, пошел принимать там верность всех, которые стоят там, пузатые его начальники. Пузатые прямо, там один особенно. И помолились. Потому что это наша родная, наша близкая Украина на окраине. Ей название-то такое. Они столько перестрадали. Голодомор там устроили коммунисты. Этого никогда им не простят. Я не знаю сколько, от трех до пяти миллионов, говорят, погибло. И оттуда приезжала одна наша знакомая, Антонина. И принимала крещение, и подробно все рассказывала. Косяки дверные кусали. Что там делали? Людей. Ну, они сами играли в революцию. Такие там верши гора, это такие были. Они там тоже вложили свой вклад. И сваливают на одних русских, ну, еще сваливают. Комунисты и там были. Хрущев там лютовал у них, сколько погубил, ужас. Вот это на то, что было у них, там Янукович. Они еще ничего лучше не сделали. Ничего нету. И выгоды никакой они не имеют. Я не за Януковича, но к тому, что ничего не меняется. А наоборот, маленькие дети скачут. Не здесь, конечно, раньше я смотрел. Вот. Москаляку на геляку кричат. Москаляку на геляку. И вот когда в плен попадают, дальше сидят. Спирная, спокойная. Как вот Квачкова арестовали. Он там сидит на кроватке, я гляжу, Владимир Васильевич. И ни переворота не надо делать, ничего. Сейчас интересно. Я о чем всегда говорил. И сейчас в интернете нашел ролик. Ну, как будто у меня интервью взяли. Кто возникал против Путина, их никого нету. И по порядку перечисляют, которых я перечислял. Они исчезают. Внезапное убийство, как Немцова, как Новодворска. Там из-за какой-то бородавки или чего. Гангрена и умерла. А о Никите что-то слышно, Игнат Тихонович? Слышно. Только что вчера он мне прислал. Прислал и очень хорошее письмо. Я бы мог его просчитать, Никита. Но это где-то мне надо отойти. Найду я его или нет здесь. Он в Киеве. Где он живет-то? Где он живет? В Борисполе. В Борисполе? Как будто так я его понял. Сейчас маленечко, чуть-чуть шагну в сторонку. Увижу, где он тут у меня. Колесников. Вошел он у меня или нет в эту папку. Колесников. А, я знаю, где искать. Я прямо прочитаю сейчас. Я прямо сейчас зайду сюда. И мой мир. Вот, смотри. Сейчас, наверное, быстро-быстро откроется. Так. Быстро-быстро. Да, что-то не так и быстро. Это может из-за того, что я тут открыл уже. Что-то нет такого. Постой-ка. Еще почему нет-то? Ну, нету. А где же события-то? Куда делись? Это никак не ожидал такое, что не видно даже где. А ну-ка, я сейчас зайду тогда на почту. Может, от нее выскочет сюда. Фейсбук. Вот это уж не ожидал, что сообщений нигде нету. Нету. Эта графа закрыта. С чем это связано? Не могу ответить никак. Очень хорошо. Ну, вы пока ищите. А да я ищу, она должна быть. Нету той кнопки-то, на которую нажать-то. Вот в чем дело. А вы нажмите на эту кнопку, которая... О, она была закрыта твоей фотографией. Да ты молчишь, сидишь. Ну, ладно. Ну, вот так. Сейчас я Никита Колесников. Слушай внимательно. И вот он на меня выходит. И пишет, что... Сейчас я тебя сдвину маленько. Потому что многие о Никите вспоминают хорошим словом. Так, смотри. Мир вам, Игнатий Тихонович. Мой любимый и ценнейший наставник. Вот. Мой ноутбук окончательно состарился и сломался. И долгое время я пытался его вычинить. Вычинить. Починить, наверное. Это, наверное, тогда... Ну, их вычинить. И в итоге купил другой. Поддержанный. Не поддержанный, а поддержанный. Как будто это брежневский. Поддерживать надо. Одна буква. Такой же мощности, но в три раза дешевле. Сейчас такие цены. И могу, наконец, написать вам, попросить молитвы и совета. Значит, он не чужой. Молитвы и совета. Такое чувство, что огонь и воды я прошел. Теперь начались медные трубы. На пасхальную богослужение я поехал в Киев. Значит, он не в Киеве. К своему старому знакомому и хорошему, настолько, может быть, хорошим в современной МП, в скобках, батюшке. Так вышло, что я зашел в храм первый, и кроме него никого еще не было. В алтаре он готовился к праздничной службе. Сразу позвал меня в свою комнату и завел речь, что... Там, когда он зашел туда, и он там ему начал высказывать. Так. Завел речь, что силы у него не те. В скобках, недавно он пережил очередной сердечный приступ в свои 65 лет. И не на кого положиться, и я, как главный кандидат на его заместительство, он хочет создать общинку. Общинку. Я сразу и не понял, о чем речь-то. Это, оказывается, он про монастырь. Вокруг храма, в скобках, шикарного, небольшого, кавычки закрыты, уже давно закончены постройки, жилые помещения для жилья монахов. А сам он хочет успеть еще один храм построить. А я буду как его заместитель. Его уже возвели в архимандрита. Я так понял, и меня, и всем охота в кого-то рукоположить. Я ответил, что нужен ли я такой ему, как сейчас есть. И что, имея некоторый опыт жизни в настоящей общине, со строгим уставом, я понижать планку просто не могу. А отец Павел смотрел ваши ролики и про то, как вы негодных священников обличали пророческим глазом. И ему даже как бы понравилось, хотя внутри он такой же закваски, в какой квасился в этой лицемерной и лживой среде много лет и ничем не отличается от других попов. Он ответил, что пусть пасхальная благодать покроет все мысли и получим ответ. А я уже почувствовал, какие липкие пальцы церковной иерархии увлекают меня в большие страшные дали. Ненавижу это тщеславное чувство. Разговор оказался незавершенным. Внезапно он предложил мне считать деяния апостолов. Я согласился. Только на русском. Он так удивился, зачем. Но согласился. И я начал со всей наукой, приобретенной с вами, считать какую-то удивительную и захватывающую историю для захожан. Про то, как священники это слово я особо выделил. Лютовали на Петра и Анна за проповедь Иисуса Христа. Когда я позвал Склироса читать дальше молодую замужнюю Марину, в скобках, которую когда-то мне предлагали в жену для рукоположения дальнейшего, то она уперлась читать только на старковно-славянском, потому что дея ее так учили на курсах. И целую главу в храме слышно было привычное лепетание. Может быть, в эту пасхальную ночь только в трех храмах РПЦ чтение о деянии было на русском. Последним гвоздем в евангельскую проповедь было чтение пасхальной проповеди Златоуста над старковно-славянским отцом Павлом. Я был потрясен этим бредом. Ну а на утренней трапезе я уже не смогши терпеть от застолья поповское. Так еще один приехал в священник отец Евгения, в скобках, помогать освящать ранним православным, которые рано приходят, их куличи да яйца. Я постепенно перевел тему и потом начал жарить в своей дерзковатой, но искренней манере про торговлю в храмах, платные таинства и требы проглашенных и так далее. Что отец Павел только и хватался за свое больное сердце. Я же выложился на полную силу. Потом еще дней пять набирался сил. По-другому как поступить я не знал. Потому что чувствовал, как меня начинают помаленьку вводить в этот привилегированный церковный круг. Я задыхался. Меня посадили на почетном месте рядом со священниками. И что интересно, отец Евгения даже как-то раскрепостился и просветлел лицом, возражал, но не особо. А после мы даже обменялись номерами моих мобильных телефонов. С тех пор я туда не ездил, мне тоже не звонят. Ждал, что вы на это скажете. И дальше еще написка. И еще я посещаю часто сектантские собрания в Борисполе. И дело дошло, что я уже должен как-то определиться, участвовать ли с ними в эмболизации, помогать в работах. Как делали вы? Это очень уверенные, умеренные люди. Там хорошая пастора. О, выделена пастора. А они не беснуются. Я в очень хороших отношениях с Антоном, пожилым, бритым мужчиной, стоящим на дверях и встречающим приходящих-то. Спаси, Христос, что на это скажете? Я отвечаю ему. Относительно двойного сватовства тебе в щита мужья и потом в попы, тут вроде бы совета тебе не нужно. Все прошло и как будто даже отрезалось. Слава Иисусу Христу! Не зря ты тут пять лет мучился. Слава Богу! Да будет всегда за подобное. А вот что касается еретиков, то тебе лучше к ним не ходить вовсе. Ты нового там ничего не получишь, кроме заблуждений их. А истина тебе дана и усвоена настолько, что ты бы там, по их разрешению, конечно, мог бы с кафедры преподавать им прямо по книге к истинному православию. Но они на это не пойдут. Против же небеде, против занятия ума рукоположением. Тут самое лучшее – возвратиться сюда. Здесь тебе гарантировано спокойствие от таких их советников в эти пропасти тьмы и смертельного удушья. Хохлушки есть тут в жонах. Самая непослушная и упрямая до приизлиха. Вреднющая, подминающая мужа. Если просишь совета, то и желательно, чтобы я не зря тут время тратил на ответы, которые будут выброшены. Чтобы такого не случилось, прислушайся и выполни. К еретикам этим не ходи, чтобы их зараза не сожрала тебя. Злой ересь очень прилипчива. Там, где есть, если тебе по силам, то образуй занятия по подобию, по пособию для изучения Евангелия от Марка, как у нас идут занятия. Лучшего не найти. Но кто будет ходить к тебе? Вопрос. Есть ли место для занятий? Вопрос. Поприще огромное, и врагами станут все, кто сегодня как-то тебя еще терпит и заочно приговаривает тебя к погибели там. Выходи по скайпу, и тогда поговорим обо всем. Храни себя от идолов. Храни себя от себя. Галатам 4, 11. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Христос воскрес. Обнимаю. Он мне сразу ответил. Спаси Христоса. Игнатий Тихонович, не переставайте молиться. Я тоже подожду, как жизнь дальше сложится-то. А я ему отвечаю. Разве ты чужой для нас? И все на этом. Да, ну вот он сам ответил. Какие отношения наши? Хорошие. Он большой видится на расстоянии. Время прошло, он много выводов сделал. И правильных выводов, слава Богу. Но мы каждый день молимся о нем. Роман Малыш продал весь свой скарб, который был у него здесь. И купил, который ему помогал. Женя. Видео исчезло. Игнатий Тихонович, ну-ка, пожалуйста, сделайте видео. У меня нет вашего видео. Картинки, изображения. О-о-о, а что же сделать-то как? Ну, верните на скайп там. А, вот все, появилось, все хорошо. Как? Просто я тоже записываю, как бы, может пригодится этот материал. Да. Ну, а то, что оторвалось, это плохо. Ну, тут мы уже говорим не по делу, не по Украине. А почему? Ну, Никита украинец и так далее. Как это не по Украине? Все, оно ложится хорошо. Игнатий Тихонович, ну вот, и все-таки, вот, молодой человек, у него жена послушная. Ну, вот чудо, давайте представим картину необычайную. У него, как бы, так скажем, условно патриархата, может, даже не условно в доме. Отец, потому что он из полной семьи, она из полной семьи. Все. И все, и стоит ли ему, и как ли ему это... И его приглашают стать священником. И он по канонам, он подходит. Как поступить молодому человеку? Как молодому? Ему уже 30 лет. То есть он все, он по канонам, полностью по канонам подходит. Как? Что ему делать? Ну, вот, понимаешь, ну, его-то тут и знали, как говорили, вот, там, Украина воюет. Никиту туда только в Гандбасс, и вся война прекратится. Он их разложит сразу. В воинские, внедрить его надо туда, в воинские части Украины. Вот то есть это относится и к этому. А если хочешь, чтобы было так, ну, что тут, зачем смеяться над человеком? Я не про Никиту говорю. Я вообще говорю, в принципе, вот, гипотетически я нарисовал идеальную картину. Вон, то есть по канонам человек подходит, его священники зовут в патриархию. Так вот, стоит ли ему туда вообще суваться? Стать ему священником или ни в коем случае? Вот как вы? Вы думали об этом? Вот вы молитесь, Господи, если есть святая воля, дай нам еще священника нашей общине. Ну, вот, какого священника? Из московской патриархии он будет? Нет, нет, он никогда у нас не будет. Он на подходе упадет в обморок. У нас епископ даже говорил, я везде бываю, дескать, нормально, к вам приезжаю, как в подвешенном состоянии. И такие вопросы задают, там, не о покойниках, и которые здесь собрались, священники московского патриархата в Барнауле. Они говорят, из наших священников в вашу общину никто не потянет. Ну, хорошо. С какой тогда он юрисдикцией будет? Никакой. Хорошо. Хорошо. Еще вернусь. Вот человек, он уже, ну, вот его зовут. Не Никиту, а вот прям, он уже все состоялся. У него семья, он главенствует в семье, у него там трое детей, послушные, любят его, жена тоже любит его. Все, у него все вроде в порядке. Как ему? Становиться священником? Или, ну, вот, как? Уже, то ли становиться, или уже священник. Если священник, значит, будет растригой, они его сожрут. А поэтому для этого тебе не стоит идти. По крайней мере, ты просто христианин. А тут пальцем будет три. Тебе измерли из сана, он растрига, ну, и все. Зачем? Они не дадут. Они пожирают друг друга. Даже простое, если он пожелает убрать торговлю, а там оброк накладывает, сколько платить должен, он сразу запутается. Он должен торговать точно так же, и так же по нескольку раз свенчать живых жен, при живых женах. И все, то есть, никак. Никак нельзя по-настоящему. Вот у нас один тут нашелся, священник молодой. Ну, молодой. И просит, как бы, потеряевку. Я вот ищу такую общину, где бы меня приняли. Я говорю, ты сначала обоснуй, основу эту общину, тогда будешь говорить. А ему ребятишек трое, ему надо кормить, и любыми путями он должен что-то делать, чтобы гроши были. А у нас нигде нет, кроме десятины, ничего. Ничего нет. Ни торговли, ни за свечи, ни за таинство. Нигде ни за чего. И с тарелкой не ходят. Ни одного дня не ходили. За время существования нашей общины. Но вы страшны, Игнат Тихонич. Вы ответили на вопрос, и страшный вывод напрашивается. То, что никому нельзя, не нужно идти, становиться священником в настоящее время. Если он хочет действительно спасти свою душу, все, вот ваш ответ, Игнат Тихонович. Что делать? Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Что делать? Маневрировать как-то, наполовину работать. Ну, кому такая мудрость дана? Не знаю. Вот отец на ум в Грузии. Он же московский патриархат? Нет, конечно, грузинская святость. А, грузинская? Абсолютно автономная. Я не знаю, каково пример привести. Геннадий Фас. Ну, вот как он маневрирует? Как он? Или он продал-то? Начал что-то по оглашению не так. Архиерей сразу восстал его, и ему пришлось оттуда, из Красноярской епархии, в Иркутскую проситься или как, там приняли. Но там того Антония убрали, и тогда он вернулся. И он сидит там, где-то против каких-то решений, и он никак нет. За него там Кураев выступил. Кураев единственный, кого я вижу в священнослужителе, против вот этой стены, которая в Бакетербурге-то. Я включу его в ролик, включу его слово, он хорошо сказал. Да, как-то ссылку на него сделать, или как, не знаю. Ну, не ссылку, но я свой составлю материал. Ну, давай. Ну, все у меня. Про Никиту. Так что, ну да, Никита, спаси Христос. Но, Игнат Тихонович, я не знаю, все, короче. А я что говорю? Вот сейчас говорят, я буду крестить только полное погружение. Крестить, которые моченые были, то его сразу извергнут. Извергнут, это сто процентов. А что делать? Надо, чтобы больше извергли, чтобы человек 400 таких нашлось, тогда будет разговор другой. Совершенно не... А они должны быть извергнутые, которые не крестят, а ладошкой и иди, плати деньги. А они должны быть. Они все перевернули. Пираты захватили корабль. Пираты захватили корабль. Но надо работать. Вот в этой обстановке. Вот. На меня сколько обвинений идет, там где-то насчитывается, примерно 220 роликов против меня. Всякие гнусности. А мне какая разница от этого? Оно никак меня не касается. Я свободен. И сегодня у меня роликов столько составлено. Опять уже встречи, беседы. Притом я никому не подражаю. Я привел даже свидетелей, что сказал об этом Невзоров Александр Глебович. Так на меня напустились. Он главный безбожник. А вы хвалите. Я его не хвалю. Я говорю, что здесь он говорит правильно. Вот на этом деле, Екатерина Бурском-то, особенно видно, говорит, Мурло, РПЦ. Они любого раздают, кто на пути станет. Но в данном случае, благодарение Богу, Господь услышал молитву и покрыл любовью своей. И все священники, которые там участвовали, которые пели, которые не хотели, по благословению, должны быть все наказаны. Каким-то запрещением служения хотя бы на полгода или сколько? Ну, к сожалению, они не так думают. Я сейчас вышел, вот кто-то, спаси Христос, какого-то парня, он выставил воскресную проповедь владыке Кирилла, владыке, я не знаю как, епископ, митрополита Кирилла, Екатеринбургского. И он там говорит, что вы с кем? Вот если вы против строительства, храма, то вы не со Христом, вы вараву выбрали. Вот он и так говорит, я это вставлю в этот материал. То есть там, я не знаю, там все запечатано, Игнать Тихонович, все запечатано. Но однако разбомбили. Ну это, потому что не хотят майданов и так далее. А это не один. Если пойдет по-другому, оттуда уже прибывали люди разные, как по различным каналам шли в Чечню воевать там. И с той, и с той стороны, кстати, вот за храм, так скажем, приехали движение 40-40 из Москвы. Вот. И главное, как быстро сейчас вывозят оттуда все. Видимо, дали срок им. А Путину или кому-то, им это зачем? Такая спокойная была обстановка, и вдруг устроили это. Их наказать надо, наказать по церковным правилам. А митрополит должен уйти в отставку, другого не должно быть. Ну, я поставлю его, какие-то слова из его проповеди, сделаю, как обычно, что Христос по этому поводу думает, и так далее. Ну, я говорю еще раз, повторяю, что нужно было сделать? Он должен выйти к народу, встать на колени, попросить прощения, если Бог даст слезы, плакать. Не в своей какой-то, обыкновенной монашеской. Какой-то самый такой, простой, в которой он работает. Хотя он, может, не работает даже. Попросить прощения и сложить в себя полномочия. Это однозначно. Это первый шаг. Второй шаг, чтобы ему где-то дали, чтобы он из окна видел это место, где строился этот желтый забор. Чтобы он здесь жил. Оседлость. А те, которые участвовали, пели там, смуту наводили-то, эти должны быть все тоже наказаны. Ну, меньше. Это кто? Это семинаристы, скорее всего. Это, да все там по команде, дали команду, отмашку, все прибежали туда. А там священники, священники стояли. Священники, монахи там, и так далее. Там же все такое, прям, жестко. Я сказал свое мнение, вот если бы имел какую-то власть, я бы сказал, только так можно залезать эти раны, которые они нанесли, раны, тысячам сердец народа. А народ очень сильно ненавидит это все дело. Вот прям в комментариях читаешь их, прям совсем. Они сами устроили, своими руками себе яму вырыли. Как говорит Александр Глебович, это, говорит, начало их конца. Да. Как будто совершенно нет, ни одного верующего нет. Любыми путями, то есть они готовы на это пойти. Нам все равно. Они слиняли, ни одного нигде нету. И главное, размонтируют, вывозят, возят эти теплушки у них там на огромные машины. И люди стоят и все приветствуют. Все радостные, поздравляют друг друга. А советники, как и, я не знаю, там Песков какую роль играет, они Владимиру Владимировичу Путину это все предсказали. Скажет, вы сразу погасите, и о вас не будут думать там. На Путина-то везде тоже там. Народ у нас, конечно, сердобольный, терпеливый, потому что, а они знаете, что говорят? Да мы не против храма. Ну, в другом месте, пожалуйста, его построить. Я знаю, знаю, они не против храма, нет. А они не против храма, даже при всем том, что они видят эту торговлю бесконечную. Сейчас говорят о том, как замазать скорее, все выкапывать, вытащить эти огромные, такие вот, на что приварены были стены, и сразу все заровнять, и скорее сажать деревья, чтобы там выросло все. Ну все, дорогой, отпускай меня. Да, Галтик, спаси Христос. Ну да. Ну я там, если какие-то вопросы будут, я там в чате напишу. Мне картинку сбросить сейчас, картинку. Картинку. А вы уже, вы уже заливаете, да? Ну я на картинке изображу вот этого митрополита Кирилла, и что-то, я не знаю, сейчас, какие слова-то написать даже, может что-то... Подумай как, я могу бы тебе кое-какие слова скинуть. Ну сбросьте, пожалуйста. Я, что касается терпения, я стал начитывать, у меня не пошло, я пока приостановил. Ну не идет. Я, ну что... Там можно поставить вопрос так, Екатеринбург, вопросительный знак дальше, чьи молитвы Бог услышал? И восписательный знак, и вопрос. Все? Все. Сбросьте, напишите в чате эту фразу. Все. Ну напиши. Екатеринбург, Екатеринбург, точка. Дальше. Чьи молитвы Бог услышал? Вопросительный знак и восписательный. То есть людям дать момент размышления. Чьи молитвы Бог услышал? Все понимают, не их. Бог услышал? Да. Я, смотрите, фон будет, вот этот народ, народ, ну там представители, и тут с края вот этот митрополит, и вот этот заголовок. Если где-то есть, чтобы он наклоненный был к народу. Если где-то найти такую фотографию, выразить, вырезать, и выразить, что вот что мы желаем, чтобы митрополит не погубил свою душу, чтобы он всех огорченных утешил. Екатеринбург? Екатеринбург? Восклицательный знак, да? Мне ничего не надо. А, просто. Можно восклицательный знак. Чьи же молитвы Бог услышал? Чьи же молитвы Бог услышал? Чьи же молитвы Бог услышал? Вопросительный и восклицательный знак поставь вместе. Хорошо, хорошо. И где-то найти такую фотографию, чтобы видно было, что он к народу. Что он как бы преклонил голову? Да, как бы просит прощения. Смонтировать, это при том, это не во вреде, а во благо. Мы желаем ему спасения. Потому что ни один Кирилл, если его Кириллом звать, ни один Кирилл. Тут и другой Кирилл. Он же знал про все это. Почему не дал указ? Ну, я проповедь кое-что там вставлю. И там рядом стоят викарии его по области. Стоят пещенники и так далее. И все слушают его. Так. Как во времена КПСС. Закачиваю, картинка будет. Все, Игнат Тихонович, я сейчас сделаю картинку. Все. С Богом. Благодарю, Виталий. Мы тебе молимся всегда. Аллилуйя, я благодарю. Большая нужда будет летом. На меня этот выходил-то там, который с тобой беседовал, хохотал-то, хохотун. Ну, ну. Ну, ну. Поздно было. Он говорит, ладно, может завтра. Хочет поговорить. Это ты его побудил? Плава Богу, это Господь его побудил. Я ничего ему не говорю. Я просто сказал, вот критика, вот пожалуйста. Распишись, прими, распишись. И сам уже думай, как, что. Так у тебя, если какая-то будет нужда, и тебе нужно будет, и ты все взвесишь, хоть захочешь потеряю, сразу по телефону с батюшкой, и с Игорем Барабаш. На нам ты свой. У нас можешь не спрашивать разрешение. Ну, я с мамой тут, с отцом настрою тут, чтобы они... Ты у нас, знаешь, сам обеспечен полностью. И спать есть где, и обедать есть где, и ходить, и, то есть, ты для нас как... Но работать, это вот два человека, которые тебя могут обеспечить работой. А кроме того, строится двое, начинают еще на стройке. Видимо, Никита и эти, жениться собираются. Никита... А, Никита, ну... Никита, тоже Андреевич, и тот Андрей же этот. И у Жени, этот, Венька, Вениамин Евгеньевич, теперь будет. Так он тоже там обосновывает? Обосновывает? Да, где-то невест нашли уже, свататься будут. Так что строители нужны будут, ты имей в виду. Надо заранее договориться. Роман продал все ему, все, весь инструмент, и весь этот контейнер, все продал. Кому, Евгению? Да. Вот этот, сосед рядом, да? Да, прекрасно, прекрасно. Я даже ему предлагал когда-то, он говорит, пока я не продаю. Ну, Роман-то жив-здоров? Ничего не известно. Ну, ладно, хоть он замолчал. Если только еще один раз не женился на ком-то. Ну, это понятно. Ладно, хоть он прекратил бред, который он лил. Ну, ничего там у него. Так же везде у него выстрелит Игнатий-еретик. Так все и стоит у него. Ну, это старые эти все. Ну, да. Ну, все, пока. Спаси Христос Богом. Давай картинку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.